Глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий ответил на вопросы жителей. Встреча прошла в дистанционном режиме. Обращения поступали по прямой телефонной линии и в социальные сети. Наша съемочная группа наблюдала за диалогом. Очередную встречу с жителями Владимир Ужицкий начал со слов благодарности в адрес медиков, которые на протяжении нескольких месяцев ведут упорную борьбу с коронавирусом. Предпринятая властями меры и работа врачей дала положительные результаты. Городской округ постепенно возвращается к прежнему ритму жизни. С 25 июня возобновляется очный прием в МФЦ в полном объеме. Открываются торговые центры. Разрешается деятельность организаций, оказывающих персональные услуги. С 1 июля разрешается работа спортивных объектов для проведения спортивных мероприятий. Но есть условия, что там не должно быть более 50 человек. Несмотря на частичное послабление, несколько ограничений пока действуют. Закрытыми остаются фудкорты, кинотеатры и аттракционы в парках. Ношение масок и перчаток обязательно. Детские сады по-прежнему работают в режиме дежурных групп. Дата, когда дошкольные учреждения откроются для всех воспитанников, пока неизвестна. У родителей школьников тоже возникают вопросы по поводу начала нового учебного года. Из разных источников идет разная информация, что у нас учебный год будет либо дистанционно, либо в обычном режиме. Подскажите, пожалуйста, как вообще наши детки пойдут учиться? Пока речь идет о том, что учебный год начнется в штатном режиме. То есть мы планируем начать уроки очно, за партой в школе непосредственно. Если будут какие-то иные указания, будем ориентировать родителей заранее. На встрече обсудили и ряд хозяйственных вопросов. Обращения жителей коснулись благоустройства парков и городских пространств, а также строительства детских садов и школ в новых микрорайонах. Большое количество вопросов связано с работой общественного транспорта. У нас по мере развития городского округа развивается сеть как маршрутов общественного транспорта, так и остановок для такого вида транспорта. И что касается бывшего городского поселения городского, также там будет расширяться сеть постановочных привилок. Все обращения, поступившие в ходе онлайн-диалога, зафиксированы и приняты в работу. Некоторые из них глава округа взял под личный контроль. Луиза Игазарян, Пётр Пономаренко, Валерия Псалямов, телеканал ЛРТ.